Перед началом видеоролика хочу сказать, что данный военно-патриотический лагерь расположен на Кинбурне, Николаевской области, и является бесплатным. Был организован национальным корпусом и другими организациями. Всем привет, с вами снова Вака. Сейчас я нахожусь в военно-патриотическом лагере детском. Что я могу сказать, первое впечатление, сегодня первый день. Сейчас малые ушли, кстати, кушать. Мы их так немного строим, грузим тут, чтобы была дисциплина, все дела. Сейчас все нравится, в принципе, устраивает. Спросите, почему не было так давно видео? Ну, во-первых, это неделя в лагере, я тут целую неделю. Это, кстати, палаточный лагерь, забыл уточнить вам. И еще до этого лагеря у меня были военно-полевые сборы. Мы уезжали, там стреляли, выезды на полигоны, потом присяга и так далее. Некоторые моменты из полигона я, естественно, вставлю вам, покажу, что мы вообще там делали. Кому интересно, посмотрит, кому нет, промотает. В общем, мы сейчас находимся на Кенбургской косе, на море. Вот такая наша палаточка небольшая. Сейчас покажу, где живут наши малыши. Вот в таких вот палатках. Первый раз в жизни я выехал куда-то в палатках с ночевкой, еще и на 7 дней. Это для меня было целое испытание. В этом лагере я буду отвечать за физическую подготовку, так что буду грузить мальчишек. И буду это все снимать, естественно, на видео. Да и вообще постараюсь весь процесс изо дня в день все снимать, каждый день. Посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, какой я воспитатель, какой я тренер и так далее. Так что всем приятного просмотра. Поехали. Пиль, я буду тебя снимать. Потом на ютубе на себя посмотрю. Покажешь мамке, чем ты занимался. Так как это является военно-патриотическим лагерем, в первый же день ребятам была выдана форма и макеты оружия для дальнейшей отработки тактических и боевых упражнений. Первый день на Кинбурне был очень приветливым и приятным. Теплый воздух, чистое море и очень красивый закат. Вода в море очень нереально теплая, вообще нереально просто. Смотрите, что я нашел. Какое-то растение интересное очень. Его, походу, прибило. Каждый день в лагере заканчивался посиделками у костра, на которых мы знакомились ближе, играли в различные игры и, конечно же, рассказывали страшные истории. Но никто из них не знал, что их ждет утром. Всем утро. Подъем, пацаны! В 7.20 будут одеться в спортивную форму. Дежурный кто у вас? Дежурного, короче, в палатку, чтобы один подошел человек. Мы стопы крутим, чтобы вы не подворачивали их потом. Только давайте нормально, не вот так, а нормально крутим. Левой, правой. Ну вот, чтобы не хрустело в беянии, чтобы вы делали. Давайте, давайте. Поменяли ногу теперь. Только нормально реально разминайте. Теперь вот так ставьте и пытайтесь продавить ногу. Сломать не надо, продавить и не надо. Теперь на носки поставали. Все, готовы? Бежим 10 минут. В одну сторону 5 минут, в другую 5 минут. Да, все бегут. Стали только компактнее бежим. Никто не бежит вперед. Нет, темп задаю я, вы бежите за мной. Давайте компактнее стали, друг с другом. По два, по три. Лучше по три ставьте, чтобы вы не попадали. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня море более чистое. Прикольно такое. И теплое очень. Правда, немножко поднялась водоросли. Поднялись. Ну, ничего страшного. Ребята, что я вам могу сказать. Первая ночь была ужасно просто. Наверное, сейчас не поверите. Ночью к нам приходили шакалы, в общем. Это очень странно звучит, я согласен. В общем, мы находимся на Кенбурской косе. И к нам реально ночью приходили шакалы. Сначала была одна орсень под палаткой. Она была, мы реально среагировали. Короче, так, каким-то образом ее прогнали. И спустя несколько часов она привела еще несколько особей. Они тут все выли под палаткой. Я волновался за ребят, мы волновались. Кинули петарду, короче. Она взорвалась, вроде расплывали. Неприятный такой случай. Они-то, может, ничего не сделали, но это было очень как-то так непривычно для меня. Я первый раз вообще в палатках. Перевожу, чтобы вооружились такими ножичками. На всякий случай. Мало ли что бывает. Так что вот так вот. Это такие истории. Ну смотри, нормально позиции знали. В кустах, за эти. Молодцы. Встали, идем дальше жрать. Что я могу сказать. Мне реально тут нравится. Все нормальные пацаны, ребятки. Веселые, дружные. Совсем уже познакомился. И реально классно. Они пока пошли кушать. Я тут охраняю, типа сказать. Вот пестик. Блин, бац! Реакция хорошая, реагировали. Молодцы, всех бы все. Не, пацаны, ты же умудряешься. Чего я кто-то туда и забынул? Проснулись, пацаны? Вот так выглядит наш отчизный штрафбат. Я люблю юнацкий кор. Я люблю юнацкий кор. Я люблю юнацкий кор. Помажайте. Пацаны просто провинились. Так что мы их не просто так. Один по-другому зерялся в домах, другой один убрал за собой и так далее. Я люблю юнацкий кор. Я люблю юнацкий кор. Помажайте. У вас один выбор. Ну вскоре. Из жизни. Из гниста выборился. Первая часть моих приключений подошла к концу. В скором времени выйдет вторая. А пока что поставь лайк, если тебе понравилось данное видео. И подпишись на канал, чтобы не пропустить подобные видеоролики. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.